В целях развития сотрудничества в деле гражданско-правового и патриотического воспитания, обмена опытом, идеологический актив Открытого акционерного общества «Беларусь-Колей», члены районной организации общественного объединения «Белая Русь» посетили военную академию Республики Беларусь. В выездном семинаре, который проходил на тему патриотическое воспитание молодежи, формирование готовности к защите Родины, службе в вооруженных силах, приняла участие и председатель районной организации общественного объединения «Беларусь», начальник отдела идеологической работы культуры и по делам молодежи Солигорского районного исполнительного комитета Лариса Жукова. В рамках беседы за круглым столом, за весомый вклад в патриотическое воспитание молодежи, медалью за заслуги первой степени, был награжден Андрей Стегнцев, начальник отдела ведомственной охраны Открытого акционерного общества «Беларусь-Колей». Сегодня мы посетили Управление образования военного академии Республики Беларусь, встретились с руководством, мы провели круглый стол, вопросы поднимались по военно-патрическому воспитанию молодежи. Все это было приурочено к 70-летию Великой Победы. Разговор был сегодня конструктивный. Нам были вручены договора, которые были заключены с военной академией и нашими школами первой и гимназией номер два. Семинаристам также была интересна встреча с защитниками Отечества, молодыми ребятами, которые обучаются главному искусству – защищать страну. Знакомство с учебными базами факультетов – АСУП, авиационного, общевойскового, разговор за круглым столом о главном – защищать и служить Отечеству, договоренность о взаимодействии и сотрудничестве. Солигорских школ и военной академии – это итог встречи, главным мотивом которой стали, казалось бы, простые слова – «Родину любить». Показ практических занятий курсантов, возможность прикоснуться, попробовать и испытать чувство удовлетворения, поразив цель, пусть даже мнимую. И это тоже воспитание, и это тоже важно в преддверии 70-летия Победы. И это тоже гордость за обороноспособность страны. После посещения военной академии Республики Беларусь действительно испытываешь большое чувство гордости за нашу страну. Все-таки национальная безопасность Республики – это очень важная составляющая часть. Ввиду того, что ситуация в мире с каждым годом усложняется, каждая страна, а в частности Республика Беларусь, мы заинтересуем в том, чтобы наши границы были крепки, чтобы защитники, которые готовятся с измальства, патриотической работой, вниманием к старшему поколению, смогли в любую минуту защитить нашу страну. И сегодня я твердо убеждена, что те ребята, которые связали свою судьбу с учебой в военной академии, они будут надежно охранять наш штыл. Мы посмотрели условия учебы, условия тренажерной подготовки, посмотрели, как живут ребята в свободное время. И, конечно, это очень достойные созданные условия для того, чтобы были подготовлены хорошие специалисты для службы в вооруженных силах Республики Беларусь. Я думаю, что у Солигорска очень крепкие отношения на будущие годы и сложатся между военной академией и учреждениями образования. Но те ребята, которые заинтересуются этим, смогут узнать лучшую информацию в отделе идеологической работы, культуры по делам молодежи Солигорского райисполкома и в отделе образования, спорта и туризма. В драматическом театре Белорусской армии идеологический актив вновь пережил эмоциональный стресс, следя за развитием военных действий в драме «Я твой офицер». По мотивам пьесы Пинчука, лейтенанты, поставленного главным режиссером театра Игорем Фельченковым. Беседа с актерами театра подтвердила то, что театр – это действительно искусство на языке эмоций, говорить с сердцами зрителей. А по большому счету, идеологический актив Открытого акционерного общества «Беларуськалий», посещая патриотическое сердце страны, говорил в этот день также на языке эмоций, от сердца к сердцу, передавая простую, но главную мысль – благодарность защитникам Родины за голубое небо, солнечную весну, смех детей. А это, согласитесь, дорого стоит.